Не так давно ImageLen анонсировали обновление на 20-ю версию FL Studio, FL Studio 20.1. И давайте взглянем и изучим, что это за нововведения, как они влияют на продуктивность в создании музыки сегодня и стоящее ли это обновление в целом. Поехали! Самое внушительное нововведение и радостное лично для меня это привязка инструментов и аудиоклипов к дорожкам плейлиста и возвращение легендарного зацикливания паттерна в Step Sequencer еще с 11-й версии. Разработчики также сочли важным предупредить всех паникеров, что это опциональные нововведения, то есть они никак не повлияют на ваше умение пользоваться FL Studio 20. Можете эти нововведения даже не использовать, если они вам как-то мешают или не нужны. Ну что, начнем по порядку. Фича-хедлайнер этого обновления это инструментальные треки на плейлисте. Как-то все время раньше мы перетаскивали плагины либо на панель каналов, либо кто весьма прошаренный в FL, тот мог сразу же перетащить инструмент на канал микшера, и инструмент окажется на панели каналов, но сразу будет направлен в выбранную дорожку микшера. Теперь мы можем бросить инструмент на панель трека плейлиста и получить следующую связанную цепочку из панели каналов на плейлист, даже как паттерн сразу, и также в микшер впоследствии. Что самое классное теперь, когда я переименовываю одно из звеньев этой цепи, например, трек плейлиста, все переименовывается автоматически, и то же самое с цветом и иконками. Не затрагивается только паттерн, и вот это экономит время и упрощает работу в проекте очень-очень сильно за это, я просто ужасно благодарен имиджлайну. Сразу нужно будет отметить несколько вещей, что кругленькие иконки повествуют нам о том, что это инструментальный трек в связке со всеми инстанциями, и раутинг посыл в дорожку заблокирован по умолчанию. Вы все еще можете использовать данный контроллер как-то, но он перемещает позицию выбранной дорожки микшера. Не перемещает посыл канала по разным дорожкам, как это происходит обычно с любым сэмплом, просто, получается, перенаправляем этот сэмпл, этот ударный сэмпл в разные дорожки здесь, это просто перемещает именно порядок дорожки. Она все так же названа, все так же, таким же цветом, и будет, получается, с теми же эффектами, которыми мы ее, например, обработали, этот инструмент. И вот это действительно удобно, если задуматься о самом принципе связки всех будущих инструментов с дорожками микшера, так как это сохраняет взаимоотношения между обработкой на дорожке микшера и инструментом, направленным туда. Еще один добавленный лайфхак и заметное сокращение при работе – это эффекты. Теперь можно сбрасывать эффекты обработки также на панели треков плейлиста, и это пойдет в обработку на дорожку микшера, в который направлен связанный с этим треком инструмент. И теперь вот как важна эта связка раутинга инструмента с дорожкой микшера. При перемещении все эффекты сохраняются, это самое важное при такой логике. Двойной щелчок по панели трека плейлиста вызывает и открывает назначенный на нее инструмент. Вы можете развязать всю эту игру по правым кликам по панели трека плейлиста, найти строчку Track Mode и кликнуть Unassigned, то есть отменить назначение. Еще одна фича вот этих инструментальных треков на плейлисте, которой я радовался как слонный и благодаренный Matchline – это любые автоматизации с параметров, привязанного к треку инструмента, будут автоматически треком-привязкой, то есть сабтреком к основному треку, к основной дорожке плейлиста. Теперь наконец-то все автоматизации будут в организованном порядке по умолчанию, не будет хаоса и беспорядка в проекте. При любом неудержимом желании удалить такой трек с плейлиста у вас будут некоторые варианты этого удаления. Просто отвязать канал инструмента, удалить сам канал как инструмент с панели и плейлиста, и при удалении канала будут опции. По умолчанию также все активные – удалить и паттерн, и автоматизацию, и дорожку микшера, которые можно поставить и снять галочки. Теперь появился еще плюс один способ добавить инструмент на панель каналов. Через правый клик по панели трека плейлиста, трек-мод и инструмент-трек, и следует выбор плагина. При клике все будет также в связке группой. Треки на плейлисте могут быть не только инструментальными, но и аудио-треками. Это уже было в первичном виде в старых версиях Apple Studio, но сейчас появились заметные, на мой взгляд, удобные нововведения от ImageLine. Теперь при перетаскивании аудиофрагмента на панель трека плейлиста мы получаем опции, каким мы хотим сделать этот выбранный трек плейлиста. Аудиоклип – это то, как аудиотреки были реализованы ранее при перетаскивании аудио на панель трека. Аудиотрек и инструментальный трек, которые, конечно же, отличаются по функционалу и обращению от аудиотрека и аудиоклипа. Сейчас я покажу, как. Если мы кликаем аудиоклип, то помним, что получается. Получается, что он добавляется на панель каналов, как именно аудиоклип, в котором нет функции сэмплера, как это есть здесь. Если же мы перетаскиваем, щелкаем аудиотрек, то примерно то же самое создается аудиоклип, но создается связанный трек плейлиста с каналом из дорожка микшера. Та самая связь. Сейчас, через минуту, я покажу, для чего нужна именно связь в аудиотреке. Если мы захотим это использовать как инструментальный трек, то отличие единственное в том, что связь будет, этот аудиофрагмент будет как сэмпл в фруте сэмплере. То есть, есть функция сэмплера, есть блокирование раутинга, есть блокирование направленности в дорожку микшера. И вся та же связь есть, плюс создается паттерн. Вот все эти опции вы можете даже установить по умолчанию, как вы хотите, чтобы все это привязывалось к перетаскиванию именно аудио на трек. Это можно установить в меню плейлиста Edit Drop Audio on Track Headers. Как сбрасывать по умолчанию? Постоянно спрашивать как аудиоклип, как аудиотрек, как инструментальный трек. Вот здесь все достаточно удобно и полностью ваш контроль. То есть, хотите вы постоянно, чтобы вас постоянно спрашивали, либо как-то установить по-своему. Сейчас я продемонстрирую еще некоторые моменты на практике, поэтому вооружимся парочкой аудио и перетащим их на панели треков плейлиста. Сейчас оба этих сэмпла находятся в режиме аудиотрека. И заметьте, что они не блокируются в своей привязке к дорожке микшера, так как это аудиотрек не инструментальный трек. И остаются свободными, в отличие от инструментальных треков. Вот почему. Если я сейчас передвину вот этот аудиофрагмент с одной дорожки на другую, наблюдайте за номером дорожки, в которую он будет направлен. То есть, вот он, трэп-кик. Раутинг автоматически направлен будет в третью дорожку. Фактически это означает, что не сам канал с аудио привязывается к дорожке микшера, а именно трек плейлиста привязывается к определенной дорожке. То есть, первый трек привязан к третьей дорожке. Следовательно, все, что мы будем сюда перекидывать или же перемещать сюда из аудиоклипов, все будет автоматически привязываться и направлено к третьей дорожке микшера. Вот в чем смысл именно аудиотреков. Вот эта система действительно удобная. И еще удобнее ее делает и связка любых автоматизаций с дорожки микшера. То есть, это любые фейдеры и нобы здесь. Сразу же саб-трек. И даже с параметров плагинов эффектов, загруженных на этой дорожке, все будет находиться аккуратно под нужным треком. С удалением то же самое. Правда, всплывающее окно будет немного другое. Просто спрашивают, удалить ли вместе с треком все связанные с ним саб-треки и автоматизацией. Аудиотреки теперь получают еще и кое-какие апгрейды для записи аудио на них. В этом обновлении вы можете производить запись устройства, специально отделенный для этого трек на плейлисте. И вот как это происходит. Щелкните правой кнопкой мыши по панели нужного трека. И выберите опять же трек-мод. Затем аудиотрек. И теперь выберите вход, с какой дорожки вы хотите записывать. Ну, например, давайте с первой дорожки. Сразу здесь помечается вот такая штуковина, что связка будет с дорожкой микшера. И теперь выберите в этой дорожке микшера вход с вашей аудиокарты, который вы хотите записывать. Ну, к примеру, вот так. Я не буду направлять это на мастер, чтобы не слышать свой дубляж. Заметьте, что теперь эта дорожка микшера автоматически находится в режиме ARM записи. Подсвеченная красная. Точка здесь говорит об этом. Это отображается на маленькой иконке трека плейлиста здесь. И стоит отметить еще и подсвеченную иконку презаписи. Это теперь является переключателем записывать аудио с вашего устройства до или после открытых на дорожке микшера эффектов обработки. И разница, конечно же, будет, если кто-то спросит, зачем это. И записывать пост, то есть после и вместе с эффектами, не стоит в основном. Но возможность все же есть для более качественных результатов по умолчанию. Запись, конечно же, в режиме пре, до эффектов. Но давайте уже что-то записывать. Это будет первый аудиотрек. Это второй. Ну а это третий. Теперь к записи, каждый раз записанной мной, каждый тейк будет находиться в субтреке к основному. И постоянно отключая и записывая новые, это удобно для сортировки всех дублей записанного вокала или партий. Это будет первый аудиотрек. Это второй. Ну а это третий. Панель каналов. Немного поменялась внешне, и первое, что образуется в глаза, это некоторые ручки и табло действительно изменились. Но это все те же знакомые функции. Плюс некоторые, которые нам вернули еще с FL Studio 11. Вернулась функция выборщика длительности степ-секвенсера. Также длительность была увеличена с бывшего максимального значения 64 до значения 512. Ячейкой это реально много. Вряд ли кому это понадобится, на мой взгляд. И правым щелчком мыши по этому таблу вы можете установить длительность в тактах с 1 до 32 тактов. Также новые и вернувшиеся контроллеры теперь занимают больше места. И разработчикам пришлось сделать swing-ручку, бывший горизонтальный фейдер, теперь ручкой knob. Тут, я думаю, не сильная потеря. В любом случае это старая функция, и без разницы особо как она управляется. Это та же самая старая функция. Также не особо для меня полезная функция, введенная в это обновление, но стоит отметить, это общее максимальное наличие swing. Оно устанавливается для нескольких сразу же каналов, таким вот образом выделенных. Затем функцию меню панели каналов. Set swing mix for selected. И установить в процентах или ввести свое значение в кастом опции. Вот как это выглядит, если мы заглянем в функции, в опции каждого канала. Вот это самое общее значение swing, которое будет у них назначаться сразу же у всех трех каналов. Следим именно за ним. И теперь максимальное, например, что мы захотим поставить, это 50%. Максимальное, что мы здесь установим, будет для них, только для них, 50%. Значение 100 было бы намного-намного смещеннее. И наконец-то для всех ветеранов FFL Studio 11 возвращена функция зацикливания в режиме степ-секвенсера в паттерне. Loop mode. Для новичков, скорее всего, концепция нова, и вот в чем был ее смысл еще тогда в FFL Studio 11. Это зацикливание степ-секвенсера решает все проблемы, когда вы работаете с ударными и инструментами, которые вы прописываете в Piano Roll. То есть вы прописываете в Piano Roll достаточно длительную партию, но в степ-секвенсере, естественно, вы прописали немного, потому что тянуть и прописывать это достаточно долго. И хотите зациклить вот эту необходимую информацию, то включайте этот режим, здесь появляется маркер, и автоматически, сколько бы мы здесь ни прописали, все вот это будет воспроизводиться всегда. Но без этого режима во всей, на протяжении всех обновлений 12 FFL Studio многие чувствовали себя как без рук. Все инструментальные партии играют дальше, партия не воспроизводится. Loop. И ура, наконец-то, она вернулась, эта функция снова с нами в панели каналов доступна. Это, конечно же, полезно только в режиме пэттерна и воспроизводится только в режиме пэттерна, там оно и было больше всего полезно. Ну, конечно же, разработчики не могли просто вернуть вот эту функцию только, мучения без нее для нас были слишком огромны, и какие же нас ждут утешительные фичи взамен таких страданий. Теперь при щелчке правой кнопкой мыши по этой иконке зацикливания вы можете выбирать опцию независимого зацикливания каналов. То есть, что именно зацикливать? Там же есть функции продвинутого зацикливания. И вот это уже дает интересную возможность получать быстро, необычные ритмические и полиаритмические структуры при работе с ударными секвенциями. Вы можете выбирать в появившихся справа селекторах, сколько конкретно шагов, ударов или тактов, шаги, удары или такты, зациклить желаемый канал с ударным. Например, по умолчанию такты я выберу, пожалуй, здесь биты. Далее степ. И здесь уже, наверное, бар. Оставим бар. Здесь это также будет степ. И далее выбираем уже количество. Продолжение следует... Здесь можно получить самые сумасшедшие полиаритмы даже за быстрое время. Также вернули функцию отображения не просто первого такта данных в PianoRoll, а всех данных с прописанной партией в PianoRoll. Сразу вот в этом окне под четырьмя ударами степ-секвенсера. Также эта функция в меню панели каналов Show Complete PianoRoll Preview. Теперь кнопка включения-выключения канала есть и вот на этом меню. И солировать можно тоже здесь. Вот это действительно удобно именно относительно солирования, потому что удобно солировать инструмент, когда он находится перед глазами. И у каждого эффекта также есть такая кнопка вот в этой панели. Ручка примешивания этого эффекта и кнопка. Также можно солировать этот эффект и выключить, что, конечно же, полезно иметь под рукой, когда мы хотим получить разницу после обработки вот именно текущим эффектом, который открыт перед глазами. Для плейлиста добавили новую команду Macros Script. Macros это сбросить неиспользуемые, то есть ничем не занятые треки плейлиста. Это находится в Tools Macros Reset Empty Playlist Tracks. Если они у вас ни с чем не связаны, на них нет никакой информации, то есть нет никакой связки с микшером, с панелью каналов, с каким-то каналом, информации никакой нет, то они будут сброшены и просто скинуты вниз. Они все равно не используются, поэтому, скорее всего, только занимают вертикальное пространство вашего экрана. После применения данного Macros они будут сброшены у них с плейлиста. И вот это тоже полезная штуковина для именно экономии пространства. Теперь многими любимый тахометр, это измеритель количества голосов, может быть переключен в отображение количества FPS, то есть кадров в секунду. Кого интересует именно данный параметр при работе в секвенсоре. Настройки текущего проекта. Теперь подсчитывают и суммируют не только часы, проведенные за работой над проектом, но и количество каналов, плагинов и используемых дорожек микшера, треков, плейлиста, аудиоклипов и нот. Вот в этой вот строчке ниже. Новые функции экспорта. Теперь можно экспортировать в стерео, можно в моно, слитом моно или в моно режиме отдельно левый канал, отдельно правый канал. Это полезно, наверное, только для того, чтобы экспортировать split mixer tracks, то есть каждый стем из отдельных дорожек микшера в режиме моно или в отдельно левом правом канале. И последнее, что было добавлено, это новые бочки в папке PEX DRUMS X. Новые современные минимальные бочки. 55 аж штук было добавлено здесь. Простые-простые бочки. В принципе, везде полезные штуковины, везде применимые. 52 все-таки количество внушительное. Вот насколько много и в основном приятных фич было добавлено с этим обновлением 20.1. Что ж, вывод в целом только положительный относительно наших любимых поставщиков фруктов из Бельгии, ImageLine. Они действительно за последние годы сильно стараются и не просто делают больше и больше функций в FL Studio, напихивают туда все что угодно, а стараются слушать свою аудиторию, чего лучше добавить и что улучшить. Поэтому огромное спасибо за проделанную работу ребятам из ImageLine. А с вами был проект FL Studio Pro и Павел Волон. А я пошел писать музло и увидимся с вами в будущих видео. До скорого.